МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Турции-то были все, и отдых запомнился, и рассказывали об этом друг другу долгими зимними вечерами долго. Теперь будем обсуждать, как слетать недорого и безопасно в другую сторону. Все, в общем-то, заинтересовались Востоком. Там нас еще вроде бы кое-где любят, хотя и Турция к нам с вами никаких претензий, в общем-то, не имеет. Мы пошли другим путем, информационно, и попытались узнать, как там работает сейчас нашим, гражданам России, я имею в виду. Недалеко в пятницу по скайпу разговаривал со своим коллегой, бывшим директором Кировского областного телеканала «Девятка» Игорем Болдыревым. Уже несколько лет Игорь живет в Анталии, у него там небольшой бизнес. Некоторые детали нашего разговора мы попытались сформировать в качестве сюжета, предлагаю вам его посмотреть. Сразу прошу прощения за качество звука, интернет в Турции очень нестабильный, как оказалось. По словам очевидца, тот факт, что турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, не стал предметом ажиотажного обсуждения, хотя вызвал определенную тревогу в стране. Турки все же привыкли к тому, что воспринимают россиян как дружественную нацию, поэтому сейчас они находятся в определенной информационной прострации. Ситуация для них сложная. Между тем, по крайней мере, пока русскоязычные люди в стране чувствуют себя достаточно комфортно. Туристы намерены отдыхать до истечения своих сроков, бизнесмены не ощущают на себе какого-либо давления. Что касается уже объявленных мер в качестве закрытия турпотока из России в Турцию, то, безусловно, это напрягает турецкий бизнес. Тем более, что спад произошел и ранее из-за подъема курса доллара. Турецкие курорты шли на различные уступки, чтобы сохранить это направление, и вот теперь новые риски. Между тем, на сегодня, когда в Турции мертвый сезон, эта мера не слишком ударит по ательерам. Есть время на то, чтобы попытаться найти замену российским туристам. Правда, это будет очень сложно. Или ждать, что отношения между двумя странами нормализуются через определенный срок. Пока же говорить об этом рано, и бизнес в обеих странах готовится к испытаниям. Уже вечером, спустя несколько часов после нашего разговора с Игорем, узнал о решении властей отменить безвизовый режим с Турцией. А вчера стало известно о введении России санкций в отношении нашего южного соседа. Итак, мощность введенных санкций эксперты уже определили в 50 миллиардов долларов и считают, что их внедрение убьет турецкую экономику. Среди подписанных президентом России ограничительных мер запрет на перелеты чартера в Турцию, запрет на турецкие товары, фрукты, запрет нанимать турецких граждан, запрет на продажу туров в Турцию. Также введены ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ряда работ в России. Турция – пятый по величине торговый партнер России с долей почти в 5% от всей российской торговли с внешним миром. Поэтому показателю Турция уступает только Китаю, Германию, Нидерландам и Италии. Зато превосходит Белоруссию, Казахстан и Украину каждую в отдельности. В общей структуре российского импортопродовольствия на Турцию в 2014 году пришлось 4%, сообщал Минсельхоз. За 10 месяцев 2015 года Турция везла в Россию продовольствие на 1 миллиард долларов. Крупнейшие категории – помидоры и цитрусовые, на них пришлось более половины поставок. В том, что продажи этих продуктов в Турке относятся серьезно, я убедился в этом году лично. К примеру, символом города Финикев в провинции Анталия является мандарин, а города Кумлюка – помидор. За счет продажи этих продуктов формируются городские бюджеты. Как у них будет нынче, не готов сказать. Но, наверное, покупать это будет кто-то еще, ведь для них это основная статья заработка, кроме индустрии отдыха и развлечений. Чем еще богата Турция? Можно перечислять долго, но основные статьи турецкого импорта мы уже озвучили. Плюс – это ткани и текстиль. Многие российские ритейлеры размещают заказы на фабриках в Турции. За 9 месяцев 2015 года из Турции в Россию везли ткани и текстильных изделий почти на 514 миллионов долларов, и обуви – примерно на 48 миллионов. Теперь этих денег у Турции может и не быть, по крайней мере, от нас. Посмотрим, кому они станут это продавать. Российских мандаринов я еще не видел, но они, наверное, где-то есть. Ведущие аналитики России считают, что для нас с вами отказ от турецких товаров и продуктов особого вреда не принесет. Вообще, наш выбор, у кого что покупать, гораздо больше, чем у кого не покупать. Все, что мы полюбили с готовностью, производят Китай, Азербайджан, Абхазия, Аргентина и ЮАР. Турция фактически не воспользовалась возможностью нарастить поставки продовольствия в Россию на фоне продембарга для товаров из ЕС. Теперь, что касается туризма. Простота отношений в плане отдыха делала Турцию невероятно привлекательной. Не стало простоты, не стало отношений. Зачем нам чужие сложности? У нас своих достаточно. К тому же поступили они с нами очень по-турецки. Акунин, очень модный, согласитесь, писатель, уверял, что турки коварны и непредсказуемы. Он писатель, ему можно, а нам нет. В пятницу стало известно, что Израиль решил воспользоваться шансом, что называется, на миллион. И заполнить собой нишу, которая оказалась свободной после запрета авиасообщения с Египтом, который, кстати, поддержали Великобританию и Франции, а также ситуация с Турцией. Израильская пресса пишет, что туриндустрия в этой стране активно хлопает в ладоши от счастья. И готова идти на понижение цен, чтобы привлечь российских туристов. Возможность появилась и для российского бизнеса, туристического – обустраивать собственные курорты, украшать проезжую часть туалетами и придорожными кафе. Мы готовы стать экзотической страной для посещения в зимнее время, но для этого надо очень много поработать. Нам здесь, на Урале, несомненно. Не хочу уподобляться людям в возрасте и говорить «я же говорил». А я говорил, и не только я, а признанные крупные специалисты туристического бизнеса здесь, на Урале, у нас, в Перми. В первую очередь, интересное предложение, нужно сделать все, чтобы в информационном плане Пермь была на повестке и в СМИ, и в интернете, и везде. Правительство должно заниматься и наше руководство информационным продвижением Перми, чтобы о Перми знали. Вот это вот самое главное. То есть, без известности туризм, именно туризм, связанный с приездом гостей из других регионов или других стран, не поднять. Ну и второе, что я хотел сказать, это нужно, чтобы была экономическая составляющая, чтобы люди вкладывали в развитие туристических баз, туристических центров, и они знали, что их ожидания на получение определенной прибыли как-то оправдаются. Но проблема заключается в отсутствии инфраструктуры. То есть, если не будет дорог, если не будет электричества, если не будет газа, построить какой-то туристический объект крайне сложно. Вот в этом году мы впервые, наше правительство выиграло конкурс и получило обещание на 600 миллионов долларов и рублей, 600 миллионов рублей на инвестиции в развитие туристической инфраструктуры Пермского края. Если это будет исполнено, то это будет первый шажок. То есть, конкретно будут построены дороги, построены какие-то линии электропередачи к тем объектам, которые планируются, или уже построены для туристов. А вот насколько важна все-таки инфраструктура? Туалеты, хорошие отели, хорошие базы? Она нужна, и они будут построены, если они будут востребованы. То есть, если Пермь будет известна в России и за рубежом, и сюда захотят поехать туристы, то, естественно, бизнес будет додавить потребность. Бизнес же просчитывает, то есть, проезжает, там один человек, зачем, глядя, а если проезжает 150, то уже можно построить и туалеты, и кафе, и брать за это деньги. Я бы сейчас на месте руководства края задумался над размещением рекламы. Да, рекламы, в том числе и на западных информационных носителях. Чтобы ехали к нам, отдыхали у нас, тратили у нас деньги. Глядишь, и дороги в крае были бы как в Германии. Между прочим, все это возможно. Недаром все говорят про пресловутое окно возможностей для Прикамья. Оно открыто. Почему только израильтяне должны воспользоваться выпавшим шансом? Все, что происходит, имеет отношение к экономической ситуации в мире. Все говорят, что лучше не будет. Потеря недорогих, квалифицированных турецких строителей чревата новым ростом цен на жилье, которое и так не назвать дешевым, а значит новым кризисом на строительном рынке. И это снова шанс для наших девелоперов собраться и начать работать. Я уже не раз повторял знаменитую фразу, что кризис, чего бы он ни касался, это время возможностей. На неделе мы как раз пообщаемся с пермскими строителями и узнаем, что они думают по поводу сложившейся ситуации, чего нам ждать и чем запасаться. Это была опция. Еженедельное бесплатное приложение к событиям пермским и не только. Практика показала тому, что получил бесплатно, веришь с удовольствием. Всегда пользуйтесь выпавшим шансом. Увидимся через 7 дней.